Ну что ж, друзья, по тегу архофилы я обещала делиться с вами с неудачными экспериментами в том числе. И вот сейчас как раз таки вы можете обозревать один из них. Это получается у меня деление орхидеи. И в данном случае была допущена вот какая ошибка. Я очень, очень глубоко срезала верхушку. То есть вот она, шейка. И я ее очень сильно укоротила. То есть шансов у нее, конечно же, не было. У нее были бы шансы при наличии хорошей корневой. В данном случае хорошей корневой не было. Она была такая. Ну, знаете, если бы шейка была повыше, детка была бы. В данном случае я, конечно же, хотела, чтобы верхушка прижилась. Чтобы у нее было все хорошо. И по максимуму срезала корни. По максимуму. Но не подумала совсем о пеньке. Вернее, думала, что... Была уверена, вернее, что он даст детку. Потому что все остальные предыдущие пеньки всегда давали детку. Но в данном случае ошибка, с которой я бы хотела поделиться с вами, мои дорогие архоманы, архофеи и архолюбы. При делении орхидеи не укорачиваем шейку. То есть не режем очень много. Чем длиннее шейка, вот так вот, например, если бы мы оставили, то шансов на детку было бы намного больше. Ну и плюс, я всегда говорю, когда жду детку, это значит хорошая корневая. Если у вас плохая корневая, то шансы невелики. В моем случае корневая была не ахти. Ну и шейку я, конечно, укоротила очень сильно. Значит, lessons learned. Уроки, которые мы извлекаем из этого опыта. Мы не совсем коротко убираем, ну не режем очень так, прям под самый ноль, под самое основание. Надо оставлять все-таки какую-то длину у шейки орхидеи, чтобы у нее была дальше возможность дать детку. Вот такой вот случай. Спасибо.